Добрый вечер! 6.30 по полудню в студии Латвийского пятого канала и в прямом эфире вас приветствует ТВ-5. Добрый вечер еще раз в студии Андрей Мамыкин. В Риге вот-вот начнется уникальное для латвийского зрителя явление фестиваль социального кино. Подробности у Олега Малинина. Вообще понимаешь, что у ребенка день рождения. Ты же сам обещал этот долбанный лунопарк, а на целую неделю только об этом и говорит. Что мне теперь сказать? Извини, я на твой папу тебя обманул, и он не приедет. Я не сказал, что не приеду. Я только сказал, что задержусь. Но ты же знаешь мою работу. Да в том-то и дело, что я ничего не знаю про твою работу. Ты целыми неделями пропадаешь, бог весть где, потом звонишь, что ты не приедешь, и что день рождения я... О чем дети просят Деда Мороза? О кукле Барби? О новом велосипеде? К сожалению, порой самая сокровенная мечта ребенка – это чтобы родители не ссорились. Именно в рамках акции «Волшебное письмо Деду Морозу» и возникла идея проведения фестиваля социального кино, посвященного детям. Очень много писем было с просьбой помочь им в таком моменте, чтобы прекратили их обижать в школе, чтобы их прекратили обижать родителей, чтобы их прекратили обижать няни, чтобы папа перестал бить маму, чтобы мама не ругалась на ребенка, не выгоняла его на улицу, когда он плохо себя ведет. То есть, когда читаешь такие письма, ты понимаешь, что проблема на есть, и она нигде не озвучивается. Ну что, дракон уже побеждает на букву? Ну, еще нет. Еще нет. Ну, когда мама вернется, она обязательно победит, правильно? Ага. Первый международный фестиваль социального короткометражного кино «Голый король» пройдет в Риге в мае следующего года. В нем может принять участие любой желающий. Прием конкурсных работ уже начался. Прием работ начат с 1 мая. Уже можно присылать свои работы. Это может быть и документальное кино, и репортажное, и авторское, и какое-то вообще арт-кино. Но оно должно быть короткометражным. От 1 до 20 минут. Главная задача этих фильмов, их дальнейшая ретрансляция везде и всюду. То есть, если человек хочет сохранить за собой авторские права и показывать его исключительно за деньги, то, скорее всего, это не совсем то, что мы хотим пропагандировать. Но главное, конкурсные работы и фестиваль в целом не должен оставлять тяжелый осадок и ощущение беспросветности. Негатив допускается, но лишь с лучиком надежды. Если некоторые думают, что социальный фестиваль – это фестиваль про кому-то, кому совсем очень тяжело и плохо, не совсем так. Главная задача фестиваля – показать, как может быть хорошо в той или иной ситуации. То есть, если фильм даже снят на негативную тематику, он должен в любом случае нести за собой либо решение проблемы, либо лучик хотя бы надежды. Чисто негатив приниматься не будет, его и так достаточно. То есть, радоваться жизни нужно уметь, нужно учиться, наверное, в первую очередь у детей. По мнению представителей киноиндустрии, лучик надежды в виде фестиваля может получить и сам отечественный кинематограф – творческий потенциал. Особенно документалисты, которые себя ничем особенным в последнее время, к сожалению, не проявили. Нет пока такого направления, которое могло бы двигать документальное кино в Латвии. Я думаю, что толчком таким может как раз послужить создание такого рода фестивалей. В частности, фестиваля социального кино, которые у нас в следующем году вроде как собираются происходить. Я думаю, что это перенаправит кое-какую энергию людей более в другое русло. У нас такого не было, в принципе, и что-то свежее уже появилось. Многие могут отойти от своей коммерции и заняться уже более серьезными делами. Кроме того, у Латвии появится прекрасный шанс прославиться на международной арене. Это очень позитивно, потому что любая вещь, которая происходит в Риге с позитивным знаком, и потом эта новость, так сказать, где-то распространяется в мире о позитивном, что здесь случилось, это только хорошо для Латвии. Для нас мы можем посмотреть, как другие люди делают фильмы о детях. И если это еще интернациональная вещь, я помню такой другой фестиваль, Аугуст Сукус когда-то делал об Иране в фильме. Ну, показывал, как иранцы там живут, как иранские дети. И ты как будто думаешь, что там другие люди, а ты посмотришь и думаешь, ну, как будто мусульманская страна, но ты смотришь, что проблемы те же. Фестиваль станет ядром для целого ряда мероприятий. Ему будут сопутствовать выставки, конкурсы, концерты и другие благотворительные акции. Проект некоммерческий, проект совершенно добрый, светлый. И все мероприятия, которые будут проходить, главное, чтобы они были бесплатные, это будут и мастер-классы для детей, и по фото, и по театральному искусству. Это будут и дни кукольного театра, и мероприятия на центральной площади возле Орига, несколько концертов в межапарке, конкурсы песни, конкурсы танца, мероприятия для детских домов. К фестивалю будет приурочен целый ряд мероприятий, которые будут проходить в течение всего мая следующего года. Ну а кульминацией станет сам показ конкурсных работ, который пройдет с 17 по 19 мая в столичном кинотеатре «Мультикино». И на этом фестиваль не завершится. Он поедет по странам-участницам. Будут путешествия этого фестиваля «Путь короля» по странам проживания участников. Поскольку фестиваль планируется международным, ведется общение с огромным количеством посольств, практически всех, которые существуют на территории Латвии, консульств, представительств. Они все очень открыто отреагировали на это мероприятие. Также захотели прислать какие-то свои фильмы для вне конкурсного показа, просто для привлечения публики. И потом фестиваль поедет вместе с фото-выставкой огромной. После путешествия фестиваль вернется в Ригу и станет ежегодным. В мае 2013 года его темой станут «Дети и природа», а в 2014 году «Дети и семья». Олег Малинин, Эрик Лаускис, телекомпания ТВ5. — Душа и главный двигатель предстоящего фестиваля социального кино «Элен Тонова» сегодня присутствует в студии Латвийского пятого канала. Добрый вечер, добро пожаловать. — Здравствуйте. — Ну а кроме того, звезды, загоревшиеся, уже после распада Советского Союза, вот вам ответ на то, что в Латвии никакого кино нету, режиссеров тоже, и никто тут ничего не снимает. Во-первых, это Сергей Лавренов, сценарист и режиссер. Здравствуйте. — Добрый вечер. — А во-вторых, Павел Гуменников является и режиссером, и фотографом, и известен более как путешественник тоже, но я его хочу сейчас представить как режиссер первого безбюджетного фильма, который называется «Я люблю тебя, Рига». — Добрый вечер. — Добрый вечер. — Кроме того, 6735-7431 — это телефон прямого эфира. Вы соавтора этой программы, поэтому звоните и высказываетесь по поводу и без. Ну и пишите на «Мамикинс» от ТВ5 ЛВ. Но какое из искусств для вас является важнейшим, на этот вопрос вы ответите сами в рамках онлайн-голосования. — Госпожа Тонова, я вот думал искренне, что фестиваль социального кино — это репортажи про инвалидов, у которых нету пандуса у вход в их дом, и, в общем, эти пьяницы из дома управления, которые год уже ничего не делают. И, в общем, все. После репортажа Олега Малина мне казалось, что это еще что-то большее. — Конечно, это большее. На самом деле, с УЦИМ — это общество. Соответственно, социальное кино имеется в виду, что это общественное кино, где снимается фильм про общество, то, которое нас окружает, и обществом, которое нас составляет. Соответственно, общественное кино — это кино, созданное всеми, для всех. Тематика более узконаправленная, чтобы можно было немножечко сориентироваться, в каком ключе снимать. Это дети и детство. Дети — это прекрасно. Детство — это вообще замечательно. Соответственно, мы выбрали такую более узкую тематику, чтобы было более понятно, на какую тему, под какой эгидой все это вместе делать. — То есть, получается, в вашей трактовке социальное кино — это любое кино. И художественный фильм в том числе. — Да, абсолютно. Даже фантастика, ужасы. То есть, это все, что угодно, что связано с человеческой жизнью. — То есть, Московский международный кинофестиваль, фестиваль в Каннах, Берлинский — это тоже разновидности фестиваля Елены Тоновой. — Пускай будет так. — То есть, 735-74-31, я повторюсь, это телефон прямого эфира. И Мамыкин с этого 5.лв, адрес для электронных посланий. Меня смутило вот что, госпожа Тонова, что негатив допускается, но с лучком надежды. Полного негатива совсем нельзя. Это вы на что ориентировались? На классику американского кино, где в конце должен быть хэппи-энд? Или на советское пропагандистское кино, где тоже наши всегда побеждают не наши? — Не на то и не на это. Я ориентировалась на то, что если даже фильм показан по поводу детей, например, с ограниченными возможностями, что многие дети, на самом деле, гораздо более счастливые, нежели мы с вами. Серьезно. Они занимаются собой, они занимаются спортом, культурой, искусством. Они находят счастье в своей жизни. — Ну, конечно, они счастливые. Им не нужно слушать президента Заттлорса и премьера Домбровскиса. Им не нужно платить кредиты и толкаться локтями в трамвае. — Может быть, об этом я их не спрашивала. — Конечно, они более счастливые. — Но на самом деле в любой ситуации есть выход. Как минимум три. Как минимум три хороших, но не всегда их можно найти. То есть нужно радоваться тому, что ты имеешь. Например, ты не имеешь ног, но ты можешь видеть. Ты проснулся утром, и это тоже счастье. В каждой ситуации есть свой какой-то такой момент, которому можно порадоваться. И чем больше ты будешь находить моментов, чему порадоваться. Выглянуло солнце, или пошел дождь, и выросла трава. То есть надо находить все моменты, которым можно улыбнуться. Соответственно, если фильм снят даже на негативную тематику, он должен нести в себе лучик надежды, лучик радости. То есть не все плохо. Есть и среди плохого хорошее. Вот это хочется пропагандировать. — Хорошо. Не заканчивается все плохо. И в развитии этого сюжета хорошо закончиться не может. Но трагедия какая она есть. Вы что, его завернете, скажете, это не формат? — Это будет зависеть от оргкомитета. — Это будет зависеть от оргкомитета, как он оценит, как он расценит. — Хорошо. А кто входит в оргкомитет? Назовите фамилии. — Фамилии назвать так сразу не могу. Могу сказать, что это Аба Герцбах. — Аба Мирович Герцбах? — Да. — Это школьные театры? Режиссер? — Да. — Он тоже туда входит. — Ну и кто еще? — Не готова сейчас назвать фамилии. — Ну ладно. Одной фамилией вы меня уже так вот один-ноль. Господин Гуменников, это спецзаказ был мэра Риги Ушакова и Рижской городской думы снять фильм «Я люблю тебя, Рига». — Нет, однозначно нет. Идея фильма родилась в Китае. Я был год в Китае. И когда ты от дома далеко, рождаются идеи о том, что ты хочешь снять. И первый мой фильм был короткометражка, а после этого всегда идет как бы полный метр, хочется снять. И вдали от родного города вспоминаешь и помнишь то, что тебе нравится в твоем городе. И вот родилась идея фильма «Я люблю тебя, Рига», которая в течение 9 месяцев уже закончена. И уже 13 мая будет премьера фильма. — Вообще, ваша правда. Я в Москву когда тоже бывало съезжу, там тебя, ладно, нахамят, но еще латышским фашистом назовут. Приезжаешь в Ригу, так любишь здесь все. Это настолько ощущение Родины. — 6735-7431, телефон прямого эфира. Вы, в общем, скромничаете. Вы сейчас не договариваете, потому что в Китае вы не просто так путешествовали. Вы во время одного из заездов в Китай получили довольно престижную награду за фильм «Калейдоскоп», если я не ошибаюсь. — Ну и как-то так случилось? Простой парень из Риги ходил, ходил. — Да, ну в принципе так и было. Я поехал в Китай, не знаю, куда я поеду, но хотел так как доказать себе, что я могу в чужой стране сам самостоятельно жить и добиться, и выучить языка. И узнал о фестивале, в котором победил в двух категориях «Лучший режиссер» и «Лучший фильм». И после этого уже тогда работал как первый ассистент режиссера у китайских режиссеров. Вот. А когда приехал в Ригу, вот начал снимать тоже фильм «Я люблю тебя Рига». Ну как бы заказ не от Ушакова, но возвращаясь к вопросу, но «Лайф Рига» нам помогает, чтобы выслать фильм на фестивале в Европе. — Учился у китайского режиссера, ассистировал китайскому режиссеру. — Ассистировал, да. — Знаете, я перестал уже смеяться над китайскими кроссовками. Они за последние 20 лет стали очень качественными. Когда BMW и прочие бренды номер один на планете стали свои производства в Китае размещать, я совсем перестал смеяться над китайской экономикой. А теперь и китайское кино, на ваш взгляд, становится таким вот первым на планете. — Китайское кино становится... — Только вот критически. — Китайское кино становится с каждым днем лучше и лучше. Именно с днем, даже не неделей или месяцем, именно днем. Потому что прогресс очень быстрый. И, например, в Китае кино берет очень большие кассы. Именно то, которое снимается на месте, дома. Например, один из фильмов, над которым я работал, как режиссер-эссистент, это был фильм «Авторшок» и про землетрясение именно в Китае. И он за первые три дня взял кассу в 100 миллионов. — Конечно, в стране полтора миллиарда человек живет. Привези в деревеньку, покрути пару раз, где 100 тысяч человек ждет. И у тебя уже кассовый фильм. А Каспин Лавренов, только честно. Простой парень из Лепы. Учился на театрального актера. А стал в итоге режиссером и даже, в общем, где-то продюсером. Как так получилось? — С течения обстоятельств место, где я находился, это Москва. В Москве все очень переплетено. И ехал изначально в Москву. Так получилось, повезло мне. Поступил в театральный институт имени Щукина. Причем сюда за нами приехали, чтобы мы туда поступили. Но ехал туда изначально с желанием попасть в киноиндустрию. Это мое еще школьное было желание. И все люди, которые у нас в театральном институте преподают, они так или иначе работают в кино. Ну, собственно, так все и получалось. Знакомство. И в итоге закончил театральный институт, но отказался от работы в театре актером. — Отказались именно? — Да. — Отказались? — Да. — Предлагали? — Да. — Марк Захаров уламывал? — Нет, не Марк Захаров, конечно, но я не хотел связывать свое будущее с театром в итоге как актер. — А вот что произошло в восприятии молодого парня, который из Лепы переселился в Москву, чтобы там учиться? — Некоторые стереотипы ломаются, конечно, потому что реальность у нас совершенно другая, нежели ты себе представляешь из глубинки. Она немножко жестче. И это было не то, чего мне хотелось. — Это тоже был закат вашей мечты? — А вы сейчас про что спрашиваете? — Я про то, что вы не стали актером. — Не то, что не стал актером, я как бы целенаправленно не продолжил эту карьеру. Это не был закат, нет, я не страдал по этому поводу. Даже наоборот. — Ну а теперь спрашиваю про другой закат мечты о фильме 2007 года, где вы тоже получили, в общем, награду. — Да. — Ну, рассказывайте, трудно было? — Нет, это совершенно случайно все произошло, как до сих пор со мной все это происходит. Очень случайно мы, когда еще учился в институте, на четвертом курсе уже начал что-то снимать сам со своими коллегами. И я сам пишу сценарии, в основном к полнометражным фильмам, и мы просто сняли одну сцену из фильма просто для продюсеров, да, чтобы, ну, как-то презентовать проект, потому что сейчас в наше время просто сценарий недостаточно, нужно показать, что ты умеешь уже снимать. Но ничего не получилось из этого, а в итоге получилась короткометражка, и я ее отправил на фестиваль, да, получил гран-при, и, в общем, было это Мурат. — А может, это вот предубеждение, что сейчас все без демо-роликов, без, там, боди-менеджера и тайм-менеджера и всех остальных ничего не добьешься? — Нет, схема сейчас... — Петр Нальч просто ролик в Ютубе поставил и стал звездой. Вы просто зашли случайно на фестиваль и получили награду. Может, не нужно режиссеру, типа, а уже, так сказать, проторить на дорожке? — Нет, схема очень сложная, в любом случае представление своих проектов, нужно очень много подключать ресурсов, людей, нужно придумать что-то такое, чем ты отличишься от других, да, в любом случае. Сейчас сценария или просто идея очень это мало, нужно свое видение представлять в любом случае. — А Гаспоротонова, вам уже сценаристы начинают писать на «Мамикин Сет ТВ-5 ЛВ». Я написала несколько историй про социальный дом, про людей в неправильное время, неправильном месте и, в общем, неправильные рассказы о неправильных людях. Все это можно на личном сайте nina.1vlv прочитать, пишет наш автор Нина. И можно ли все это использовать как сценарий? Спрашивает она на фестиваль социального кино? — Конечно, можно. Совсем скоро на сайте появится новая рубрика «Сценарии», где можно выкладывать, будет присылать на мейл. Информация есть на сайте соц.фестивал.ком. Присылать на мейл сценарий, и мы будем выкладывать его в интернет. То есть человек должен понимать, что он выкладывает сценарий для того, чтобы он был воплощен в реальность, да, то есть чтобы он был снят. Поэтому, опять же, никакие авторские вознаграждения, никакие авторские права здесь не будут защищены. Самая главная задача, чтобы было как можно больше работ снято на ту или иную тематику, которую хочет осветить человек. — А это прям совсем-совсем не коммерческий фестиваль? — Что касается мероприятий в рамках фестиваля, самого фестиваля нет. Конечно же, если кто-то хочет рекламироваться в рамках фестиваля, это уже отдельный разговор. Но вне зависимости от того, хочет кто-то рекламироваться или нет, фестиваль будет в любом случае. — А кто же вам будет оплачивать электричество за то место, где фестиваль будет проходить, не знаю, там... — В мультикино? — Ну, например. — На самом деле, когда я обращалась к посольствам всем существующим на территории Латвии, консульствам, каждый выявил то или иное желание поучаствовать в фестивале, как-то его поддержать. Кто-то согласился помочь приехать ребятам с той или иной страны, кто-то захотел дать территорию для распространения кино. Польша согласилась дать мультикино с полностью всем обеспечением, за что огромное спасибо. Вот у нас Элла Красавцева, это директор мультикино, и непосредственно самому польскому посольству, которые согласились. Они все просто участвуют в добром мероприятии, понимая, что оно нужно, оно важно. И поэтому мы сейчас не преследуем никаких-то вещей, связанных с деньгами. Пока все получается, слава богу, людям, да, они все согласны помочь и поучаствовать, поэтому вопрос денег не стоит как таковой. Мы не ищем никакой поддержки в плане финансов, мы ищем поддержки в плане идеологии или локаций, или желания поучаствовать и что-то сделать. Остальное пока что не интересует. Реклама – это отдельный разговор, будет потом, может быть, когда-либо, но оно будет в любом случае с деньгами, без денег, оно все равно пройдет. Все мероприятия для детей, все будут бесплатно, это однозначно. У нас совершенно бесплатно, в прямом эфире могут говорить наши зрители Виктора Зриги в продолжении дискуссии. Виктор, добрый вечер вам. Добрый вечер, Андрей. Уважаемые гости, Виктор. Виктор. Великолепная идея, достойный фестиваль, прекрасные люди в жюри. И вот вопрос, милая Елена, входит ли в состав жюри достойнейший человек, много лет который стоит первым в ряду защитников детей, многолетний руководитель уничтоженного центра защиты прав детей. А вам, господа, прям в лед идея. Почему бы вам не снять документальную караметражку интервью с Янисом Гулбесом? А, про Гулбеса говорите, я думаю, кто же стоит-то? Так точно, кто, как и по чьему заказу центр защиты прав детей уничтожил. Уничтожил. Спасибо. Ой, Виктор, громко. Спасибо большое. Мы записали. 6735-7431, телефон прямого эфира, Мамыкин, сет ТВ5, л-вадрес для электронных посланий. Уйдем сейчас на рекламу, потому что мы все-таки тут коммерческое предприятие, в отличие от фестиваля социального кино. Но скоро вернемся. Без 4-7 это по-прежнему прямой эфир пятого латвийского канала. И программа «Без цензуры» говорит, что по-прежнему в нашей студии организатор и вдохновитель побед предстоящего фестиваля социального кино Елена Тонова. А кроме того, сценарист и режиссер Сергей Лавренов и Павел Гуменников, режиссер безбюджетного фильма «Я люблю тебя, Рига». Еще раз всем добрый вечер. 6735-7431, телефон прямого эфира, Мамыкин, сет ТВ5, л-вадрес для электронных посланий. Леонид, вот это идет цитата «Я молчу», говорит Леонид. «Фрактал бытия определяется сингулярностью сознания». Леонид продолжает. «Искусство – это наша жизнь, кино – сотая доля, социальное кино, дань моде. Главное, чтобы отделились зерна от Плеаэлл», написал Леонид. «Сеть разумная, вечная, добрая». Ну, последняя хоть понятна. Спасибо большое, Леониду. 6735-7431 всем остальным. И еще одно электронное послание. Сейчас я его зачитаю. Вначале вопрос господину Лавренову. 2007 год, не наступившее прошлое. В седьмом же году «Школа номер один», и это был сериал. И в восьмом закат «Наши мечты». Это много или мало для сценариста Лавренова? Для меня это нормально. Для рынка? Для рынка это мало. Для рынка московского это ничто. То есть можно в принципе писать раз в месяц по сценарию, сдавать и рынок возможностей. Не можно, а нужно, да. По сценарию в месяц. Почему вам не получается писать по сценарию раз в месяц? Я не сценарист, я не зарабатываю этим деньги. Я пишу то, что мне нравится, я пишу для себя это. Я иногда работаю как редактор, редактирую какие-то вещи на заказ. Но пишу я для себя. Не потому, что я как бы для себя. Нет, потому что просто у меня не получается писать мейнстримовские вещи какие-то для телевидения. Просто не получается. Я пробовал, искренне пробовал, мне не получилось. Но ничего страшного, об этом нет. Каспин Гуменников, я нашел эту цитату на латышском языке. Извините, если перевод будет несколько кривоватый. Цитата. Я думал, что не нужно искать, когда обстоятельства станут нужными, мне не нужно искать финансирование, чтобы делать хорошее кино. Просто нужно браться и снимать. Я никогда не учился киноискусству. Я все освоил как самоучка, через опыт. И уже в детстве мог часами сидеть у телевизора. Когда появился первый магнитофон, тогда я смотрел фильмы. Было дорого покупать новые фильмы, поэтому нередко фильмы купленные смотрел несколько раз. Пока не стал обращать свое внимание на то, как работает оператор. Кому эта цитата принадлежит в кривом мамыкинском переводе? Там есть цитата моего, одного из любимых режиссеров, Квентина Тарантино, у которого часто спрашивали, учился ли он в киношколах. Он отвечал, что в киношколах я не учился, учился я от кино, из кино и из фильмов. Я же вам подсказочку дал, перевожу с латышского. Это цитата из одного моих любимых режиссеров, Павла Гуменникова. Вы правда до всего дошли сами собственному? В принципе, я не могу говорить, что полностью всему дошел сам. Когда я снимал свой первый фильм, да, это снимал полностью все я. И там не было какой-нибудь большой команды операторов или режиссеров по монтажу. Но были хорошие люди, которые заинтересовались идеей фильма «Колейдоскопы». Поэтому он, наверное, и победил, потому что была хорошая команда. Маленькая, но хорошая. А в дальнейшем... Прям как зарплата у меня. Маленькая, но хорошая. Продолжите. А в дальнейшем уже, когда победил, уже приз был отработать как раз над большими проектами фильмов, как ассистент режиссера. Тогда я, конечно, учился уже из большой индустрии, как это все делается, как планируется съемка, как снимается и как потом идет обработка всего фильма, чтобы он пошел в кино. Но, знаете, я вот принципиально хочу добиться от вас ответа. Вот гений, алмаз требует огранки? Или вот гений, вот он как вот рождается, и не нужно тебе ничему учиться? И никакой в ГИК, никакие там курсы высшие режиссерские, ничто тебе не даст искры Божьей? Я думаю, что две самые важные ценности, которые должны быть у режиссера фильмов, это первое, чтобы он умел рассказывать историю, чтобы она была интересна людям. То, что мне никогда не интересовал арт-хаус. Ну, мне интересовало всегда кино, которое, я думаю, для людей. То, что зритель должен прийти в кино, и по возможности больше зрителя. Потому что это главное для режиссера. А второе, что самое главное для режиссера, это чтобы он умел вокруг себя сделать команду, которая ему поможет. Режиссер не должен знать все, но он должен зажигать, у него должна быть харизма. Если у тебя это есть, то люди тебе поверят, и ты сделаешь хороший фильм. Поэтому я думаю, что не образование самое главное, как очень часто в Латвии именно считается, почему-то образование. А во всем мире больше ценится именно твой опыт, и что ты делал до этого. Но подживите тоже замкнутый круг, он же не появляется ниоткуда. Ты же не можешь проснуться один день с опытом. Тебе нужно вот биться, биться, биться. Ты должен стремиться к этому. Ну, ты должен вначале себя доказать. Вот фильмом в Латвии, я люблю тебя, Рыгий, я тоже себя доказываю. Я не просил деньги у государства, я делаю это сам, и я доказываю то, что я могу это сделать. И совсем-совсем безбюджетные. Совсем. Ну, как Тоново за электричество не платите? Не, ну, конечно, я вложил там деньги на бензин, чтобы доехать оператором до места съемки. Конечно, такие расходы были, но я не платил актерам, потому что актеры верили в идею фильма. Я не платил операторам, я не платил гримершам. Ну, как бы вот всем тем, которые связаны, потому что это очень большая команда, когда создается фильм. Они все поверили идее, поверили мне, и мы создали фильм вместе, как команда. А теперь читая то электронное послание, которое обещал зачитать, отчасти, впрочем, Павел, вы уже на некоторые вопросы ответили. Итак, режиссеры в студии работают с командой или сами пишут сценарии, сами снимают, потом сами монтируют и сводят звук? Ну, вы сказали, что иногда первые фильмы сам, позднее уже с командой. Господин Лавренов. Да, согласен. В Латвии вообще такая ситуация, она немножко отличается от ситуации в России, например, что в Латвии здесь большинство людей делают все сами, своими силами. Это плохо или хорошо, с другой стороны? Ну как, это неплохо и нехорошо, это так есть. Я не согласен. Я думаю, что это просто неправильная система, и ты можешь найти команду, и ты можешь сделать команду. Нет, я имею в виду команду, но сам это значит тоже собираешь сам команду, люди тоже сами бесплатно, тебе отчасти бесплатно помогают. Но ты как режиссер должен быть, это вот такая система Латвии, что режиссеры думают, что ты не должен делать сам. Режиссер это как продуцент, ты должен уметь продать свой продукт, и если ты не умеешь его продать, тогда у тебя не будет команда. Опять-таки две профессии в одном человеке. Режиссер, увидишь картинку, поставишь, прочувствуешь, скажешь актеру, что ты хочешь видеть, пока он так и не сыграет. И плюс, сведя все в единый продукт, ты должен как продюсер, как продуцент, извините, протолкнуть это на рынке, написать рекламу, оббегать пороги больших и не очень кабинетов. Помогите, пожалуйста. Я объясняю вам, эта ситуация в Латвии, она такая, да, это факт. Потому что в России совершенно другое, в России режиссер занимается только своим делом. Он приходит на площадку, садится за монитор и разбирает мизан-сцену. И все, и уходит, да. А в Латвии ты делаешь все сам, ты сам ищешь людей, сам собираешь команду, пишешь сценарий, ищешь финансирование. То есть ты, да, как бы получаешь еще вот такой опыт. Испаратона? На самом деле, мне кажется, что немножко по-разному. Нет определенного такого в Латвии, конечно, у нас нет таких агентств, которые занимаются именно продакшеном в серьезном ключе. Поскольку у нас нет, наверное, продуктов, которые именно такие серьезные, знаковые, которые могут быть конкурентоспособными. Что вы вкладываете в понятие серьезный продукт? Вот фильм Гуменникова «Я люблю тебя, Рига». Это серьезно или не серьезно? Учитывая, что он только выходит, я его пока не видела. Дипломат, дипломат. В МИДе бы работать. Галина из Риги в продолжении дискуссии. Галина, прошу вас. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемый господин Мамыкин. Добрый вечер, уважаемые гости студии. Хочу сказать, что в наше непростое циничное время, когда никому ни до чего нет дела, я очень удивлена тем, что молодежь хочет что-то для кого-то сделать бесплатно, хочет кому-то хоть как-то облегчить жизнь и помочь бескорыстно людям. Я хочу пожелать успехов этой девушке и тем людям, которые ей помогают. И хочу, чтобы если у власть, придержащих вокруг нее находящихся людей, если нет желания или возможности помочь, то они хотя бы, чтобы ей не мешали. А так я им всем хочу пожелать удачи. Галина, а вас действительно это удивляет, что вот есть молодые люди, которые работают от души и бесплатно? Да, вы знаете, да, очень удивляет. Я вот в программе «Без цензуры» работая с такими людьми, только в основном и сталкиваюсь. И хотят люди, спасают ребенка от того, чтобы он не умер. Хотят люди, снимают кино, хотят люди, помогают старикам. Вы знаете, я знаю 100 человек, которые без денег ничего не сделают. Это депутаты Сейма. Ну, 102. За Атларс и Домбровский, может быть. Остальные все, мне так кажется, может, я ошибаюсь, живут от сердца. Ну, к сожалению, я думаю, что вы ошибаетесь, господин Мамыкин, потому что ваша передача — это отдельная история в жизни нашей страны. Ладно, бог с ним, с моей скромной персоной, но что касается бессеребряников, вы себя ощущаете, что вы, в смысле, не без Кирилла Серебряникова, а что вы бессеребряники? А что вы имеете в виду? Ну, вот без денег, вот ради идеи, ради того, чтобы ребенок в детском доме, который живет, который о чем-то мечтает, мог тоже снять фильм, подать на фестиваль социального кино и получить почетную грамоту от Тоновой. Ну, не от Тоновой, а от фестиваля, скажем так, я не один человек, который организовывает жюри, будет это международное жюри. Я охотно верю, что для того ребенка это будет событие года, если не событие всей его жизни. Что касается этого фестиваля, да, действительно, я хочу действительно сделать серьезное, интересное, значимое мероприятие в Риге. И люди в Риге настроены и готовы к тому, чтобы тоже в нем поучаствовать. Это замечательно. У нас уже среди знакомых началась такая киношная лихорадка, когда все начали снимать фильмы, стали режиссерами, стали актерами. Это здорово. Когда у нас говорили, что в Риге нет кино, то сейчас оно, скорее всего, и будет. Это начнется вторая стадия. Они друг к другу в гости на съемочные площадки начнут ходить, рецензии писать. А почему нет? Скажут, коллега, ваш фильм такая, это мизансцена, это невозможно смотреть. Это то, что надо. Про проблему, поднятую Галиной, господин Лавренов. Вот что для вас важнее, творчество или деньги? Две неразрывные вещи, на мой взгляд, здесь нельзя выбирать, что главное. Нельзя творить, если нет на это возможности никаких. Ты можешь сидеть дома и творить у себя на бумаге для своих друзей и знакомых. Галина искренне удивилась, что есть молодые люди, которые об идеях думают больше, чем о том, как сесть в Мерседес. Конечно, есть, они всегда есть, эти люди. Это замечательно. Но просто нужно понимать реальность. Нужно понимать, что твоя идея – это только первый шаг. Дальше нужно сделать еще десять, чтобы эту идею увидели, чтобы она во что-то реализовалась. Поэтому и деньги, и творчество – все вместе. Господин Гуменников, не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Да, нет, я думаю, что в Латвии до этого очень часто было, что кино создавалось непонятно для кого. Мне кажется, в первую очередь кино должно создаваться для зрителя. И кино – это тоже бизнес. Это по всему миру. Кино – это бизнес. Но бизнес, он должен быть хорошим. И продукт должен быть хорошим. Чтобы зритель пришел, и если он потратил деньги на билет, чтобы он получил от этого удовольствие. Получил удовольствие от этого полтора часа или от двух часов. И создаваться должно вначале быть хорошая история, хороший сюжет, хорошая режиссура, актерство. И всегда надо думать о зрителе. Если ты будешь думать о зрителе, то это получится хорошим проектом как бизнеса. Ну, понимаете, вот размеры страны нам мешают. Думаешь ты, не думаешь о зрителе. Это же не в Китае, где полтора миллиарда живет, о чем вы только что рассказывали. У нас у режиссеров бизнес другой. Главное, что понравилось госпожа Димаковой или там Национальному кинокультурному центру. Понравится, дадут дотацию. Не понравится, не дадут тебе дотацию. Ты заработал как режиссер, как продюсер. А остальное, что там? Вот я думаю, что это ошибка, что режиссеры ждут помощи все время только от государства и ждут там от Национального киноцентра. Я думаю вообще, что Национальный киноцентр очень часто дает одним и тем же. Я бы вообще сделал так, что если вот два раза дали режиссеру, он не доказал себя, не заработал от своего проекта, не сделал на следующий проект, то зачем тебе дают еще раз? А Гуменников входит в круг тех, кому дают дотации? Нет, я не вхожу. Поэтому же вы критикуете. Я себя доказываю, я себя доказываю этим первым проектом, что я могу. Хорошо, представляете, вот деньги или искусство, или идея. Вы до карты, вам дадут дотацию и все, и Гуменников испортится. И будет уже другое, потому что говорят, художник должен быть бедным. Художник точно не должен быть бедным. А я возвращаюсь к вашему вопросу, можно ли в Латвии создавать кино, которое зарабатывает. Я думаю, в Латвии надо создавать кино, которое интересно миру, а не только Латвии. И надо начать снимать кино для зрителя, а не там вот про прошлое, как нам всем плохо, и вот эти драмы и так далее. Потому что людям это надоело, что это снимается. А если мы будем снимать для мира, что миру это интересно, то смотреть будут и в кино будут ходить, и будут деньги для следующих фильмов. Да это бог. Киномания началась уже и в прямом эфире у нас. Александр написал. У меня вопрос. Какого качества должен быть фильм, чтобы пройти на фестиваль? Это исключительно профессиональная техника? Или подойдет фильм, снятый на мыльницу или телефон? Я не знаю, что у человека в понятии мыльница или телефон. Телефоны бывают совершенно разные. Мыльницы сейчас такие, что некоторые снимают на них действительно уже бюджетное, серьезное кино. Все правила есть на сайте. Ну это телефон называется айфон 4, правда. Ну да, вот как бы и фотоаппараты тоже некоторые снимают так, что круче, чем некоторые пленку умудряются снять. Соответственно, главное, чтобы этот фильм мог быть показан на широкий экран. Если даже фильм снят на мыльницу, в общем понимании этого тактования, да, мыльницы как таковой, он будет показан в интернете, где будет проводиться отдельная номинация интернетовская, где будут голосовать сами пользователи, выбирать один из номинаций, которые и в главной номинации в кинотеатрах происходят. То есть, если вы снимаете кино, если вы делаете, вкладываете силы, любовь, творчество в работу, присылайте любое. Мы придумаем, в какой рамке, где его провести. Главное, работайте, творите, делайте на благо. Это самое главное. Главное, рассказывайте и делитесь своими мыслями. Ирина из Риги, звонок по телефону от нашего очередного дозвонившегося зрителя. Ирина, доброго вам вечера. Здравствуйте, здравствуйте. Прошу вас. А я хотела у вас спросить, я недавно посмотрела замечательный фильм Рудольфа Мантуем. У нас начинает оживать латвийская киностудия. И где можно этот фильм приобрести? Вот я не знаю, ответили гости, потому что я только в газетах читаю, что одно судебное разбирательство сменяет другое по поводу и наследия рижской киностудии, и советского, и не советского, и так далее. Если кто может ответить, можно ли, например, Рудольфа Мантуемс где-то приобрести? К сожалению, я думаю, что Google творит чудеса, там можно найти, где его можно купить. Google.lv, дорогая Ирина. А если не получится, обращайтесь к нам, мы поможем вам набрать google.lv67357431, телефон прямого эфира. Господин Лавренов, если вы так хорошо чувствуете из собственного опыта разницу между латвийским рынком и российским, опять-таки на своем опыте, уже видели, то в чем, на ваш взгляд, принципиальное отличие между латвийским телевидением и российским? Работали на российских каналах? Ну, имел опыт, да. Имели опыт. На каком? На СТС. Нет, ну как, я не работал на самом телеканале, мы снимали сериал для телеканала, да, но схему, я не знаю, схема, мне кажется, просто одна, масштабы разные, но по принципу все одно и то же. Не знаю, в чем особая разница должна быть. В масштабах разве что. Масштабы? Масштабы, наверное, да. А люди, наверное, немножко другие. Чем больше масштабы, тем люди менее. Цензура, говорят, тотально существует на российском телевидении. Злой Путин с почти злым Медведевым не дает продохнуть человеку слово не скажи плохого о власти. Проблему только под определенным углом, как власть ее успешно решает и так далее. Вы все это чувствовали тогда, когда работали на острове? Есть такой момент, да, это касается даже и вот каких-то художественных вещей, да, сценариев, редакции сценариев, подбора персонажей, подбора лиц. Это все имеет значение, конечно. А если пойдешь наперекор указаниям? Да, многие будут наперекор. Ты будешь как гуменников в России снимать без денег? Нет, почему? Ты найдешь свою нишу в любом случае. Конечно, ты не будешь медийным лицом, это понятно. То есть идешь против правил, ты не будешь медийным лицом. Но и в Читу не повезут, как Ходорковского. Да. Ну, это, слава богу. Очень прошу вывести на экран, или четко и медленно повторить сайт социального кино и электронный адрес, по которому можно послать сценарий. Спасибо, Людмила спрашивает. Давайте медленно повторяйте, Гаспаратонова, а я буду медленно записывать. Трайновая W. Да. СОЦ ФЕСТИВАЛЛ.COM А фестиваль с буквой В или W, как английский? В, В, не W. Да, да. СОЦ ФЕСТИВАЛЛ.COM Мэйл инфо от соцфестивал.ком Людмила, я надеюсь, вы записали. Мы постараемся вам повторить это все еще в титре, если у нас получится до конца программы. Если у вас не получится с фестивалем социального кино, ну вот не получится и все, люди настолько оказываются черствыми, хотя тут уже, в общем-то, майло об обратном следствует, но все равно. Черствыми, циничными, сребролюбивыми, что, так сказать, все им это неинтересно. Не получится уже. Уже есть порядка 30 работ, так что всего три дня, уже 30 работ на три дня нам хватит, но не выйдет, потому что уже пишут из Якутии, из Грузии, из Германии, из Австралии, со всего мира. Честно говоря, даже немножко страшно, потому что обратного пути нет, уже как бы процесс идет, и уже нельзя от него отрекаться. Соответственно, ну, я не знаю, что должно произойти, чтобы фестиваль не состоялся. Страшно даже предполагать такие вещи, которые могли бы случиться. Тьфу-тьфу-тьфу, поэтому, передумывая все, что могло бы быть, чтобы он не состоялся, я не придумала ничего адекватного, почему бы он не вышел. Поэтому все будет хорошо. Господин Лавренов, а как вот вы относитесь к любительскому кино, к кино, написанному, снятому по сценариям непрофессиональных сценаристов и поставленным непрофессиональными режиссерами, у которых не было щуки за плечами, у которых не было опыта? Я очень позитивно отношусь к любым таким потугам, так скажем, да, потому что все с этого начинают в любом случае. Вы имеете в виду молодых людей, которые сами пишут, сами снимают? Молодых, но они в возрасте, может, тоже. С этого все начинается, потом обязательно откроются какие-то возможности. Гаспаратонова закивала. Люди в возрасте, да, снимают? Все могут снимать. На самом деле нет ограничений. Есть детки, которые сами снимают что-то на камеры, родители помогают. Есть в России комплексы, где именно дети занимаются кинематографом, где они сами монтируют, сами все это делают, даже анимации, мультики. Есть взрослые люди, которые заинтересовались, имею в виду в возрасте за 60 лет, которые говорили, у меня была идея, у меня было вот реально что-то снять, но не было куда это деть. И сейчас появилась возможность, где это можно продемонстрировать. То есть сейчас появился реальный шанс всем, хотя он и был всегда, просто сейчас он, наверное, более такой открытый, быть актером, быть режиссером, быть сценаристом, быть фотографом, потому что будет фотовыставка, могут участвовать все. Быть певцом, потому что будут конкурсные, вокальные, бесплатные мероприятия. Быть танцором. То есть ты можешь быть тем, кем ты мечтаешь быть, вне зависимости от того, есть у тебя на это деньги, возможности или связи. Просто воплати свою мечту в реальность, а мы поможем уже, если ты хочешь, мы придумаем, как это сделать. Вы, кстати, кто по профессиональному образованию? Где учились? Я училась в телевизионной академии по курсу телерадиоведущая и по продюсеру аудио-видеопродукции. Ну вот они, вот тебе любительский подход. 6735-7431, телефон прямого эфира, Мамыкинс, ТВ-5ЛВ, адрес для электронных посланий. Господин Гуменников, у вас премьера «Я люблю тебя, Рига». Где этот фильм будет проходить? Фильм будет показан в начале в Риге, в трех кинотеатрах. Кино Рига, Синамон и Мультикино. И сразу после премьеры мы начинаем работу со всеми латвийскими кинотеатрами. Только что тоже короткая версия фильма выиграла в Китае опять, в жюри, в категории жюри как лучший фильм. И мы дальше, вот мы, как я уже говорил, Лайф Рига нас поддержала и будем тоже показывать на больших фестивалях по Европе и в мире. Но 13 мая, да, все добро пожаловать в кинотеатр уже с 13 мая. 6735-7431, телефон прямого эфира, Аймамыкин, сайт ТВ-5ЛВ, адрес для электронных посланий. Еще что-то хотел спросить, но вот из головы вылетело, поэтому у меня вопросы закончились. Если я что-то не спросил у вас, говорите сами. Господа Лавренов. Ну, если позволите, просто хотел бы сказать о такой вещи, что есть обратная сторона монет, как в любых вещах, то, что может испугать один момент. Это вот то, когда я вернулся сюда из Москвы, получив определенный опыт, поняв, что такое профессия. Конечно, это все здорово, когда есть, да, такие энтузиасты, когда происходят такие вещи, да, все связано с таким вот понятием любительского кино, что все давайте что-то делать, и все актеры, все режиссеры. А есть обратная сторона, да. В Латвии, что сложно, здесь нет образования такого настоящего, да, чтобы эти люди потом, получив вот этот стимул, толчок, да, дальше стали получать образование, ну, изучать станок, грубо говоря. Мир же сейчас открытый вроде как, поезжай в Москву, поезжай в Китай. У всех есть возможности. Я скажу, что главное это не образование, потому что намного лучше потратить 5000 лад на то, чтобы создать фильм, потому что ты научишь намного больше, чем потратив 5000 лад на один семестр в университете. Я думаю, что людям, если ты хочешь снимать, то снимай, и образование всегда тебя найдет, и не надо так говорить, что вот в Латвии нет возможности учиться, всегда есть возможность сделать все, если ты на это на самом деле хочешь. И поэтому я только поддерживаю, и я думаю, чем больше люди будут снимать, тем больше будет возможности. Павел Гуменников в Голливуд, на info.gollywood.usa. Здравствуйте, я человек, который всю жизнь снимает фильмы на мобильные телефоны. Как я могу быть вам полезен? Какой ответ вы получите? Я думаю, что не надо писать на info от Голливуда ЛВ, а надо участвовать в фестивалях. Если тебя заметили на фестивалях, то тебя заметят дальше. Ты своей работой должен доказать, что ты умеешь, а не шля какие-то там мейлы. Потому что мейлом ты ничего не докажешь, ты докажешь только своей работой. Ты можешь делать только тогда, когда ты владеешь профессией. Ты можешь владеть профессией, не зная образование. Образование — это не самое главное. Это вот в Латвии почему-то такой... К сожалению, большинство латвийских кинематографов, скажем так, думаю так, это очень большая ошибка. Нужно сначала овладеть станком, в первую очередь. Я не согласен с этим. Я доказал это на своем опыте. И очень многие режиссеры в мире доказали это на своем опыте. Нет, ну я этим не хвастаюсь. Я в первую очередь овладевал станком. Это очень сложно. Я работал на сериалах два года. Это очень сложная работа. В российском темпе, да, в российском размере можно представить разум. И я этому очень рад. В этом нет ничего зазорного. Я этому очень рад. И теперь просто, ну как бы, владею инструментами. А дальше, пожалуйста, талант он останется всегда талантом. Но инструментом можно владеть, включаясь с опыта. На этом моменте я тоже снимаю сериал, и он снимается очень хорошо. И тоже будет продаваться на России. А Гаспаратонова, реплика у вас была? Мне кажется, что век живи, век учись, на самом деле, два года, это много. Действительно много по сравнению с отсутствием вообще опыта в той или иной сфере. Но никогда нет предела совершенства. Как только человек говорит, что я чего-то достиг, и я вот достиг какого-то определенного уровня, тогда, на мой взгляд, я, конечно, могу ошибаться, начинается уже деградация. Я не говорю, что я достиг. Я говорю, что учиться надо с каждого проекта. И больше и больше. Я вообще говорю. Хорошо. Я не говорю, что кто-то чего-то достиг или не достиг. Мне кажется, что образование, оно важно. Практика, она важна. Но самое главное, это идеи и цель, зачем ты это делаешь. Если у тебя в мыслях есть определенная цель и идея, к которой ты стремишься, то тогда ты будешь понимать, что для реализации того или иного нового умения тебе нужно где-то чему-то подучиться, где-то что-то прочитать, с кем-то посоветоваться. Но главная цель, к которой ты стремишься. Если это какой-то определенный сериал, здорово, супер, ты чего-то достиг. Если это что-то большее, на твой взгляд, ты учишься, идешь по своему этапу. Главное не останавливаться. Даже если занимаясь кинематографом, ты изучаешь психологию или экономику, это тоже хорошо, потому что это опыт. Соответственно, ну как бы не должно быть ограничений. Созрел у меня вопрос, вот, знаете, осенило. Господин Лавренов, вот что для вас опять-таки более главное из составляющих в таком сложном явлении, как кино? Социальная функция или эстетическое наслаждение и удовольствие? Это два направления. В России кино социальное, на Западе это поиск формы, в первую очередь, это развлечение. На мой взгляд, нужно совмещать эти две вещи, стараться. Это очень сложно, конечно, потому что... Это возможно или нет? Это возможно. Есть тому пример, но это сложно. Сейчас я вернусь к вам, Экспаратонова. Некоторое время назад вы объездили очень многие детские дома в Латвии. И вы понимаете, что дети, у которых нет там папы, мамы, счастья, любви, теплоты и ласки, может быть, у этих детей есть мечта снимать кино. Кино будет кривенькое, на мобильник, без образования. Кино не будет профессионального, не будет Голливудом. Но дети будут жить и дышать полной грудью в тот момент, когда это кино снимают, потом показывают, потом смотрят, потом пишут друг другу рецензии. Конечно. Я не буду спрашивать, что для вас важнее, наверное, социальная функция кино. Вы скажете, более важная, чем эстетическая. Вы знаете, социальная для меня важнее, поскольку я себе хотела заниматься коммерческим кином, если бы у меня, может быть, даже была такая возможность, пока ее нет. Может быть, я бы этим и занималась. Я не знаю, как я отреагирую на какое-то там миллиардное предложение в Голливуде. Но что касается таких вещей, сейчас для меня это первично, в первую очередь. Я боюсь загадывать там на 10 лет вперед. Но если есть возможность что-то снять, что-то обсудить через фильм, люди, как и через полотно, могут передать какие-то свои чувства, идеи, мысли, фантазию. То есть это всего лишь средство выражения своих эмоций, своих взглядов и прочее. Я занимаюсь этой нишей на данный момент. Хотелось бы это сделать образом своей жизни, именно стилем. Именно заниматься вот нечто подобным, социальным кино, социальными мероприятиями. Если мне удастся, если люди меня поддержат, если будет помощь, поддержка, я буду только рада, потому что это интересно. Потому что это важно, потому что мне не все равно, как думают. Стен Лавренов, вот для Латвии, наверное, мне так кажется, все-таки социальная функция, она более важная. Для Латвии, конечно. В таком количестве детских домов, в таком количестве несчастных судеб и поломанных жизней. Вот это более важно. Спасибо вам большое за то, что вы этот час весь участвовали в съемках кино, которая называется «Программа без цензуры». Смотрите за титрами, господа. Если вы увидите, что в сценарии написано Сергей Лавренов, то знайте, что это простой парень из Лепа, который, в общем, уже известный сценарист в России. Если вы увидите в титрах, что написано Павел Гуменников, это тоже режиссер из Риги, тоже порадуйтесь за нашего коллегу. Ну, а если сами хотите снимать кино, обращайтесь к Елене Тоновой, ну, или по тем координатам, которые были озвучены сегодня в течение этой программы. Спасибо вам большое. Спасибо. Успешного вам вечера. Что важно в пятницу вечером для онлайн-аудитории телеканала ТВ-5, вы видите в рамках онлайн-голосования. Я прощаюсь с вами до воскресенья, до программы «Обратный отчет». Впрочем, должен сказать, что и в эту субботу глобальные процессы в политике, в проекции на политику латвийскую, в программе «Политика» с Юрием Соколовским, как обычно, в субботу в 19.30. Стиль ведущих от салонов красоты «Дзинтрекс». Продолжение следует...